Всем привет! Продолжаем гулять по моему городку Петербург Чайковского дом 10. Архитектор Бассет Геральд Юлиус. Первый владелец участка Василий Дмитриевич Корчмин. Говорят, что его фамилия связывается с названием Васильевского острова. Именно Корчмину, который командовал батареей на стрелке Васильевского острова, Петр Первый адресовал записки Василия на острову. Памятник пешеходный стоит Василию у нас на Василии Островской. До конца 1840-х годов на участке стал одноэтажный деревянный дом со службами. Я пользуюсь сайтами CityWalls, какие-то еще изданиями, интернет-изданиями. В 1844-х год участок перешел в владение статсдамы Елизаветы Михайловны Утрулиновой, а в 1857-60-х годах по проекту Геральда Юлиуса Боссе здесь был выстроен особняк. В общем-то, в целом, сохранившийся свой вид до настоящего времени. С 1860-х годов по 1917 год, практически до времени революции, в доме размещалось автро-венгерское посольство. В первые дни, после начала Первой мировой войны, конечно, толпа разгромировала посольство, закидала камнями и подожгла. Пожарные старались, но они старались только не допустить переноса огня на соседние здания. В 1868 году в этом доме снимала комнату семья Ковалевской. Софья Васильевна Ковалевская вошла в историю, конечно, как математик, писательница, первая женщина, член-корреспондент Петербургской Академия наук. Тоже женщина, в общем-то, с тяжелой судьбой, так и марочка. После 17-го года в доме 10 проживали солдаты и военнопленные. Печки топили, мебели. В общем, пришел гегемон и все начали сжечь. Становка была такая. В 1924-1925 годах здание было взято под государственную охрану, как памятник архитектуры. В начале 30-х его отремонтировали и превратили в многоквартирный жилой дом. Надо еще заметить, пропустил я в 1896 году австрийское посольство купило дом у Аболенской. Это дочь государственного секретаря Половцева. Александр Александрович Половцев родился в 1832 году, принадлежал к известному русскому дворянскому роду, окончил имперское училище правоведения в Петербурге, поднимался по государственной лестнице, назначен государственным секретарем и членом комитета финансов в 1883 году. В 1885-м произведен действительный тайный советник. Участвовал в совещаниях по разработке учреждений Государственной Думы и реорганизации Государственного Совета Верховного Палаты. Член-учредитель императорского русского исторического общества. Так вот, так был человек. Почетный член Петербургской Академии Наук и член-корреспондент Французской Академии. Он как-то писал в своем дневнике, Россия будет счастливой, когда купцы будут жертвовать деньги на учения и учебные цели без надежды получить медаль на шее. Кстати, за счет личных средств с 1896 года издавался русский гиппиографический словарь, практически за личные средства Половцева. Ну и так, дом был продан. В 1897 году он был частично переделан для посольства Островенгрии по проекту венгерских архитекторов ОК и ПИО. Надо сказать, что интерьеры практически все были утрачены. В 1924-25 годах здание было взято под государственную охрану, как памятник архитектуры, а в начале 30-х его отремонтировали и превратили в многоквартирный жилой дом. В годы Великодечной войны пострадавшие от обстрелов фасад заново отстроили. Ну, конечно, он значительно потерял свои принадлежности к ушедшей эпохе. Кстати, в 1940 году здесь проживал известный шахматист Михаил Моисеевич Ботвинник. Михаил Моисеевич Ботвинник, советский шахматист, шестой в истории шахмат и первый советский чемпион мира. Международный гроссмейстер 1950 года, арбитр по шахматной композиции 1956 года, заслуженный мастер спорта СССР 1945 года, чемпион Москвы. Ну, тут просто столько регари, я не буду все это зачитывать. И, ко всему прочему, доктор технических наук, профессор. Вот такой человек здесь проживал, в этом доме, в особняке Утурлиной, по адресу Чайковского, улица, дом 10. Ну, вот, все. Всем пока, всем привет. Вроде как, я все то, что нашел, все о том и рассказал, прочитал, показал вам прекрасный особняк. Сейчас покажу фотографии, которые я нашел на сайте CityWalls. внутреннее убранство этого прекрасного особняка. Старые интерьеры, интересные фотографии. Все, всем пока, всем привет, до свидания, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok